В мире, пожалуй, не найдется ни одного фаната видеоигр, кто не слышал об Electronic Entertainment Expo. Для тех, кто слышит о ней впервые, Electronic Entertainment Expo, сокращенно E3, это крупнейшая в мире выставка, посвященная компьютерным играм. Во многом все те новинки, представленные на E3, определяют ключевые тренды в индустрии видеоигр. Выставка этого года, которая сегодня завершилась в Лос-Анджелесе, оказалась к радости многих фанатов действительно насыщенным мероприятием. Давайте посмотрим, что же интересного показали на E3 2018 и разберемся, что сегодня происходит в игровой индустрии. Честь первыми представить публике свои новинки выпала разработчикам Electronic Arts. Как и ожидали многие фанаты, презентация калифорнийской студии получилась предсказуемой. Никаких неожиданных новинок студия, некогда подарившая нам такие легендарные игровые серии, как Need for Speed, The Sims и Medal of Honor, не показала. Фанатам дали возможность взглянуть на уже классические для студии спортивные симуляторы. FIFA 19, Madden NFL, NBA Leaf, чье появление на выставке было весьма и весьма ожидаемым. Студия не смогла удивить фанатов и в жанре шутер. Два года назад Electronic Arts выпустили экшен Battlefield 1, принеся место действия культовой серии игр в годы Первой мировой войны. На тот момент такой шаг вдохнул новую жизнь в серию Battlefield, которая уже не первый год вставала позиции перед конкурентами. В этом году трейлер новой части серии Battlefield 5 был встречен геймерами сдержанно, вызвав у многих фанатов противоречивую реакцию. Разочарование презентации Electronic Arts сменилось оживлением, когда на сцену вышли Microsoft. В отличие от предыдущих E3, в этот раз Microsoft превзошли себя. Публика пристально следила за презентацией кампании на протяжении всех полутора часов. Microsoft показали трейлер новой игры из научно-фантастической серии Halo, которая имеет очень внушительную фанатскую базу по всему миру. Фил Спенсер, глава Xbox, рассказал, что они приготовили для фанатов 50 новых игр, из которых 18 эксклюзив Microsoft. Анонсированные проекты как минимум достойны внимания. Так, фанатам показали трейлер Metro Exodus, шутеры с элементами стелс-экшена, действие которого будет происходить в постапокалиптической России. Геймеров порадовали продолжением сразу нескольких известных игровых серий, в том числе фантастического экшена Devil May Cry, а также показали долгожданный проект под названием Cyberpunk. Футуристический экшен, действие которого происходит в 2077 году. Microsoft задали своим коллегам по цеху действительно высокую планку, однако следующему участнику E3, студии Bethesda, удалось оправдать ожидания многих фанатов. Решив не экспериментировать в каких-то новых жанрах и сеттингах, студия сделала упор на старых добрых игровых сериях, некоторые из которых уже перешли в разряд классики видеоигр. Зрителям показали продолжение игр Rage, Wolfenstein и анонс новой части шутера Doom. Правда, фанаты ждали далеко не этого, и, надо сказать, их надежды оправдались. Bethesda показала Fallout 76, продолжение игровой серии о мире после ядерной войны. Судя по трейлеру, фанатов ждет то, что сделала эту серию игр культовой. Вдобавок, впервые упор будет сделан на онлайн-режим. Ну и напоследок, никто этого не ожидал, но все на это надеялись, Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI, продолжение не менее культовой серии, в фэнтезийном мире которой выросло целое поколение геймеров. А вот студия Ubisoft, известная своими кинематографичными трейлерами, и в этот раз напомнила, что ей всегда есть что показать. Фанаты увидели трейлер долгожданной игры Skull and Bones, погружающей игрока в мир пиратов и морских сражений. Студия представила очередной проект для виртуальной реальности и, конечно же, анонсировала очередную часть Assassin's Creed, флагманской серии студии, акцентирующей внимание на различных исторических эпохах. После успеха предыдущей части, место действия которой происходило в Древнем Египте, создатели решили перенести игроков во времена античной Греции. Завершилась конференция долгожданной презентации Sony. Хотя было сразу заявлено, что громких анонсов ждать не стоит, презентация студии уже по традиции вышла действительно эффектной. Зрители встретили на ура сиквел постапокалиптической игры The Last of Us, ставшей одной из самых успешных игр для игровых приставок PlayStation. На презентации свой проект представила и японская компания Capcom, которая продолжает эксперименты со своей, пожалуй, главной игровой серией. На этот раз студия решила не изобретать ничего нового, а вернуться к истокам. На конференции был представлен ремейк культовой игры в жанре survival horror Resident Evil 2, трейлер которой зал встретил бурными овациями. Во многом кульминацией стала презентация долгожданного проекта Death Stranding. Ее автором является Хидео Кодзима, которого в Рунете уже окрестили не иначе, как гением. Хотя трейлер игры и раскрыл некоторые детали, но фанаты все еще продолжают гадать, что будет собой представлять новое творение японского разработчика. Чем же запомнилась прошедшая выставка? Было показано действительно много, и если работы некоторых студий встретила сдержанная реакция, то презентации других, тех же Microsoft и Sony, даже превзошли ожидания многих. Говорить о перспективах каких-то новых игровых серий пока не приходится. Крупные студии в основном делают упор на продолжение и переосмысление уже проверенных игровых франшиз. Что бросилось в глаза, так это неумолимое наступление онлайн-режимов и все меньшее число проектов, создаваемых для одного игрока. Во остальном же студиям удалось показать на E3 действительно запоминающиеся проекты и несколько поистине интригующих анонсов. Так что одно можно сказать наверняка, в ожидании следующей выставки E3 фанатам компьютерных игр явно будет во что поиграть.